В Каире 6 утра и мы отправляемся в потрясающее место. Берем вас с собой. Мы заехали купить, перепустить, какую-то рыбу продают. Вот здесь делают так называемый египетский тамея-сэндвич. Это называется уль-сэндвич внутри, бобы, фасоль. А это называется тамея-сэндвич. Овощи, вегетарианское блюдо. Итак, мы на месте. Сейчас мы купим входные билеты и пойдем осмотримся. Должно быть очень интересно. Все-таки это национальный парк. Находимся в музей. Здесь показано, каким был когда-то Египет, какие животные здесь обитали. Представлены их скелеты. Ну, все на английском. Если вы английский не знаете, то сложно будет что-то понять. Посмотрите, какой огромный скелет. Сгибается просто по всей длине. Просто невероятно огромный. Мы сходили сейчас в музей, в котором нам показали, какие животные жили 50 миллионов лет назад, как менялся климат в мире, в частности в Египте. Мы увидели скелет древних динозавров, китов. В общем, было очень интересно. Многие приезжают сюда побродить, погулять. Здесь повсюду спрятаны скелеты животных. Когда знакомые мне рассказывали, что они ездят сюда периодически просто пойти погулять, я как-то представляла себе маленько по-другому это место. В это время года рекомендую вам приезжать сюда. Сейчас здесь не жарко и не холодно. Единственная ошибка, которую я совершила, это я забыла мои солнцезащитные очки. И почему-то не подумала, что нужно использовать также солнцезащитный крем. Здесь очень яркое солнце. Здесь вы можете увидеть мангрови, который уже окаменел. Только представьте, это всё было когда-то под водой. А сейчас здесь пустынь. Вот очередной скелет, который мы можем здесь увидеть. Когда это-то был... Кит. Всего показывает 21 градус на улице, но я не знаю. Мне просто так жарко, как будто я сейчас 35. Очень красиво. Кто ещё не был в пустыне. Мы, например, были недавно в Бахарии. Можете посмотреть наши прошлые выпуски про белую и чёрную пустыню. То есть, как бы, меня уже не так прям можно удивить. Хотя здесь, в принципе, другой ландшафт. Тоже очень интересно. И так вы видите скелет динозавра. Кита. Да, ты здесь. Многое динозавр-кит. Многое динозавр-киты умерли. Один остался и по сегодняшний день. У нас есть супер стелленный ландшафт. Очень интересно. Я никогда не был в настоящем Канъон. И теперь я в этом Канъон. И здесь еще, когда мы видим, что есть ваал-скелеты. И мы объясним самые интересные цифры. То, что мы здесь со мной. УНЕСКО-ВЕЛТНАТУР-ЕРБЕ. И это еще очень хорошо сделано. В этом году был один ВАЛ-СКЕЛЕТ. И это было прямо на этой стороне, где был в голове, что в голове, он был в стене, и это было как-то основное место. Они не двигались. И на этой стороне была эта ВАЛ. И это было очень хорошо сделано. Это очень хорошо сделано. И это было бы очень хорошо. И это было бы очень хорошо. Но надо взять воду. И Сонненкрем. Да. Мы это как раз все забыли дома. Нет, вода у нас была с собой. солнечный крем и очки должны быть всегда с вами, если вы идете в пустыню. Мы возвращаемся обратно. находились, насмотрелись. Надеюсь, что не сгорели. Сначала мне показалось, что, как бы, так, нормальное солнышко пойдет, но сейчас вижу, что все равно очень так тяжело, конечно, без крема и без кепки, и без очков. Наверное, будем возвращаться. Может, где-то перекусим, если найдем где. Место потрясающее. Если к нему правильно подготовиться и знать, чего ожидать. Рекомендую посетить, если вы будете в Каире. и есть желание пойти погулять, походить, спросить пару килограмм. Вет чай. Так вот он выглядит здесь. К сожалению, здесь нет ничего такого существенного поесть, только какие-то чипсы. Уже уже Райнард набирает чипсы к себе. У меня есть шоколадки даже. Вот, наверное, я съем какую-нибудь шоколадку. Но, если честно, я бы хотела вот прям вот просто сейчас полноценно поесть, после нашей супер прогулки. Мы перекусили в этом кафе с шоколадками и чаем. Сейчас мы отправляемся дальше и решаем, едем ли мы сразу домой или заедем еще в одно кафе, которое нам порекомендовали, где можно нормально хорошо поесть. В ресторан перекусить перед тем, как поедем обратно домой. До этого мы были здесь на соленых озерах и увидели фламинго. К сожалению, они были очень далеко, поэтому не было возможности заснять для вас. Но вот с биноклем удалось их рассмотреть. Очень красивые птицы. Я никогда вживую не видела фламинго. Это мой первый раз. Я просто в восторге. Очень жаль, что они всегда так далеко, потому что они боятся людей. И если ты к ним подходишь чуть ближе, они сразу улетают. Без бинокля было невозможно их рассмотреть, не заснять. По крайней мере, у меня не было с собой такой техники, которая позволяет снимать далеко. У меня с собой только камера GoPro и мой телефон. Может быть, в другой раз нам удастся подобраться поближе. Я тогда смогу вам показать этих замечательных птиц. Ну, а сейчас мы будем ужинать уже, можно сказать, поздний обед или ранний ужин. И поедем домой в Каир. Будем вспоминать сегодняшнее путешествие с большой теплотой. Надеюсь, вам понравилось. Поехали. Поехали. Поехали.